Здравствуйте! Вы смотрите интервью дня. В студии я, Орлана Байду. Сегодня у нас в гостях Санданол Раушану Румкановну, заместитель главного врача по поликлинической работе Республиканской больницы номер один. Здравствуйте! 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 Не успели мы оглянуться, как лето у нас пропело, ушло, наступила осень, наступили холода, а это значит, грипп не дремлет. И как раз таки сегодня хотелось бы у вас узнать, как побороться с данным недугом. Основным методом, я так понимаю, является на сегодняшний день это вакцинация. Не могли бы вы рассказать, для чего нужна вакцинация? А вот действительно, вы отметили о том, что началась осень, да, и уже начинается проявление подъема острореспираторных вирусных заболеваний. А среди острореспираторных вирусных заболеваний, одних из разновидностей, это идет грипп. Это грипп, это более тяжелое заболевание, определенных штаммов идет. И для профилактики данного заболевания гриппа начинается у нас осенью, уже где-то конец августа, сентябрь, октябрь месяц. Идет массовая, по всей Российской Федерации, включая ноября, вакцинация против гриппа. Эта вакцинация, она обязательно надо проводить. Есть у нас нормативные документы. Вакцинация против гриппа, она вошла в национальный календарь, профилактические прививки у нас в Российской Федерации. И именно вакцинация проводят по эпидемиологическим показаниям. Есть определенная категория групп, которые должны обязательно привиться. Это работники образования, школьных, дошкольных учреждений. Это работники всемедицинских учреждений. Это работники сферы избыта. Это работники общепита, продавцы, торговли. Это кафе работники юристов. То есть там, где наводятся большие люди, которые оказывают сферу услуг. Обязательно это работники транспорта, поскольку они занимаются перевозкой и контактируют с большим населением. Обязательно вакцинация проводят всех, кто находится в закрытых учреждениях. Это дома-интернаты, это престарелые, это СИЗО, это тюрьмы, которые должны быть. То есть если один человек заболеет, учится, что вирус он быстро распространяет, чтобы не было предостеречь массового распространения гриппа. Есть еще показания, по эпид-показаниям, есть по медицинским показаниям, которые мы обязаны определить. Это старшие поколения, старше 65 лет. Вот мы, когда была коронавирусная инфекция, мы также говорили, что это уязвимая группа. Здесь также являются те же показания. Это пожилые люди старше 65 лет, это больные заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, эндокринологические больные. Это все заболевания, которые получают иммунодепрессивные, гормональные, цитостатики. Эти все хронические больные, они обязаны привиться, поскольку любая вирусная инфекция, она вызывает декомпенсацию. Она может сама потечь, потяжелую протечь, но также вызывает обострение, ухудшение основного данного заболевания, которое может привести к более плачевным результатам. Вот эти, Катю, должны обязательно привиться, но также остальные пожелания. Раушанна Рамкановна, могли бы рассказать, что делать, допустим, более старшему населению, которое старше 65 лет, которым сложно передвигаться, каким образом они где могут поставить себе вакцину? Но как-то, может, на дому выезжают люди, специалисты? Или какие-то мобильные станции ездят? Ну да, здесь в поликлинике мы все предусмотрены. Есть у нас выездные бригады, это участковые терапевты. Вот те, которые маломобильные, лежачие, вот наша самая увеземая группа населения, это и наши инвалиды, пожилые люди, которые не могут маломобильные, как бы, или нет транспортами, они у нас прививаются на дому. То есть мы выезжаем на дому, их вакцинируем. Также мы для более высокого охвата вакцинации, поскольку многие люди же работают, есть выездные бригады, к которым мы выезжаем, и в трудовые коллективы также выезжаем, также всех вакцинируем. Мы стараемся как бы все население охватить. По приказам Российской Федерации мы должны прийти, это 60% прикрепленного населения, для того, чтобы у нас был стойкий иммунитет, сформировался именно в тот период, когда пойдет грипп. Ну, обычно всегда вакцинация идет, это сентябрь, октябрь, ноябрь. Подъем именно гриппа начинается где-то в конце ноября-декабрь, и пик заболеваний гриппа обычно идет в конец декабря-январь месяц. И спад идет в марту. Вот почему именно сейчас надо прививаться, потому что если сейчас мы привьемся, у нас успеет формироваться иммунитет именно к подъему данного заболевания. Поэтому именно надо сейчас не упустить, чтобы был четкий иммунитет, когда уже будет подъем, чтобы были уже защищены. Я почему-то думала, пик осенью, оказывается, в декабре. Именно, да. Начинается заболевание в конце ноября, и вот декабрь идет. Пик заболевания обычно идет в декабре, начало января месяца. Вот пик. А так бывают спорадические случаи. А каким образом можно организовать выезд врача на дому, чтобы тебе поставили прививку? Ну, тут два пути, да. Бывает, что родственники, либо пациенты сами звонят, вызывают. Нам нужно вакциновать. Типа на дому вызвать врача, либо бригаду вакцинации на дому. Это первый вариант. Можно позвонить в колл-центр, да. И второй вариант. Терапевты сами планируют. Они же знают свою участковую терапевту, знают своих пациентов, они знают, сколько у них, они заранее предупреждают данных людей, и они сами выезжают и ставят. Это бесплатно? Вакцинация идет всегда бесплатно. Понятно. Хотелось бы также узнать, какие-нибудь меры предпринимаются против людей, которые, допустим, отказываются от вакцины, которые обязаны поставить эту вакцину. Что будет человеку? Если человек относится к той категории, которую обязаны пройти, да, ну, в частности, мы медицинские работники. Есть согласие в Трудовом кодексе, четко расписано о том, что в работе медицинские сферы должны быть привиты. Если сотрудник отказывается пройти прививку, то работодатель имеет полное право отстранить от работы вплоть до увольнения. Потому что данный человек несет риск, и риск несет своему здоровью, и также несет риск нашим пациентам. То же самое касается сферы образования. Это Трудовый кодекс, это расписано. Если в том случае, если у него нет медицинских противопоказаний. Можно отстранять путь до увольнения. Ну, это правильно, потому что человек, получается, ответственность не только за себя же несет, и за окружающих людей. Да, потому что если ты, допустим, полностью здоровый человек заболел гриппом, а может быть, рядом будут люди, которые будут более уязвимы, и там уже непонятно какие последствия. Он может быть как источником заражения. Во-первых, он сам подвергает себе опасности, поскольку мы медицинские работники, сталкиваемся, в первую очередь, с больными же людьми, а во-вторых, он может сам явиться разносчиком инфекции. Поэтому медицинские работники, общественные образования, они обязаны привиться. Раушанна Румкановна, а Вы могли бы пояснить нашим телезрителям, каким образом вакцина действует в организме человека, потому что зачастую люди очень боятся из-за неинформированности? Ну, любая вакцину бояться не надо, поскольку на данную вакцину работают специально вирусологические институты, которые проводятся испытания, это не просто так делается вакцина, и каждую вакцину она действительно несет, защищает, то есть сформировается у нас иммунитет данному вирусу идет. Вакцины, причем, если взять именно против гриппа, то наши институты вирусологии, они же изучают циркуляцию вируса, изучают, и по своим закономерствам они определяют, могут определить, то есть какой вирус в этом году можно ожидать, и они планируют данную вакцину. И каждый год, который вакцина, она каждый раз в состав меняется, то есть определенных штаммов, которые ожидаются в этом году. Поэтому каждый год прививаться от вакцинации надо. Это именно хорошая защита, либо человек, он не заболеет, либо, если заболеет, перенесет в легкой форме. Поскольку всегда, во всем мире от гриппа также уходит смертность, это тоже высокая идет. Просто она как-то так не афишировалась, а вот ковид, когда мы перенесли недавно, это более как бы для нас было, что все видели, какой ретальный исход. Это тоже вирус, и то тоже вирус, поэтому ретальность там тоже высокая, она может идти. И самое главное, не только вирус, тяжелая форма вируса, как и при ковид, так и при гриппе, также могут быть пневмонии. Причем пневмонии везде же двухсторонние, и витальные исходы, они тоже могут быть, атипичное течение тоже могут быть. Поэтому вакцинация, она превыше всего, особенно вот тем группам, которые я назвала. Ну, есть, конечно, категории, которые противопоказаны. И когда на вакцинацию идут, обычно терапевты, они необычно, они обязаны осмотреть данного пациента. Причем участковый терапевт, они своих пациентов же знают, какие у них склонности, какие аллергии, что было, поэтому они сами отбирают. А на приемы всегда терапевт осматривает, мы изучаем аллергоанамнез. Если пациент не переносит куриный белок, то вакцинации против гриппа, естественно, мы не вакцинируем. Вот, и если в анамнезе были тяжелые, аллергические реакции на введение вакцины, это высочайшая температура свыше 40 градусов, либо массивные отеки. То есть именно осложнения, которые были после вакцинации, после любой вакцинации, которая пойдет, конечно, мы можем дать медотвод. Но для подтверждения, не так, как у нас бывает так, что пациенты пришли и говорят, я не переношу, доказательных базы нет. По нашим медицинским данным нет, что у него там была аллергия, какой-то шок перенес, крапинская, какая-то аллергическая реакция. Когда мы даже с ковидом столкнулись, не был доказатель. Просто люди иногда, ну, грубо как, оговаривали себя, подтверждающих документов не было. Но были у нас пациенты, которые приносили, даже в стационарах лежали, конечно, мы всех отстраняем. Вакцины бояться не надо, потому что они очищены, они изучены. Таких вот, сколько мы вакцинируем. У нас, в Тува, мы относимся к таким регионам с высоким процентом вакцинации. То есть мы каждый год вакцинируем где-то 55-60% прикреплённых населений. У нас таких осложнений против вакцинации гриппа у нас не регистрировались. Нету. Бояться не надо. Это, наоборот, ваша защита. Полностью с вами согласна. Но у меня такой интересный вопрос возник в голове, когда вы говорили противопоказания. А почему именно куриный белок? Потому что в состав именно разработки вакцины там идёт куриный белок. Если человек не переносит, конечно, если он не переносит, даже при поступлении малейшей дозы, то может быть, онафилактический шок. Всё, тогда понятно. Раушанна Румкановна, а вы мне могли бы рассказать, есть какой-то один вид вакцинации по всему миру? Или есть какие-то разные разновидности вакцинации от гриппа? Какой у нас используется тогда в республике, по стране? Есть вакцина трёхкомпонентная, есть вакцина четырёхкомпонентная. То есть имеется в виду количество штаммов, которые разработаны вакцины. Трёхкомпонентная – это два штамма против гриппа А и один штамм от гриппа Б идёт. А четырёхкомпонентная – это от гриппа А, от двух штаммов, и от гриппа Б двух штаммов идёт. В принципе, они по штамму, по всему миру они одинаковы, Но от именно производителей, конечно, они отвечают. Ну, так же, как у нас и при ковиде было, вроде механизма один, а схема разная. Здесь у нас также имеются вакцины. У нас есть вакцины российского производства несколько. И мы получаем их централизованно. То есть заводы, фабрики выпускаются, и централизованными министерствами здравоохранения они уже распределяют данные вакцины, и мы получаем. Но обычно у нас идет вакцина, поступили Ультрикс. Это четырехкомпонентная вакцина. И имеется вакцина Сави-грипп, которую мы ставим. Раньше грипп был, сейчас Сави-грипп у нас пришел. Ультрикс вакцину мы ставим, он показан всем беременным женщинам. Там возраста и неограничений нет. Там и дети, и взрослые вакцинируются. И также это беременным без ограничений ставить можно и пожилым людям, и кормящим тоже. А Сави-грипп, это ставится уже беременным, в определенном втором-третьем триместре идет. И пожилым как бы ставится. То есть Сави-грипп, он всем можно найти. А высокоочищенный, конечно, это Ультрикс идет. Это беременность, это мы всем ставим. Поэтому на разнарядке мы получили Ультрикс для беременных женщин и пожилых людей, это хроническое заболевание. А основной категории это Сави-грипп. Возможно, кто-то не знает, каким образом человек получает вакцинацию против гриппа. Посредством укола, посредством капель, спрея назального. Ну, она получает посредством укола, она ставится внутримышечно, вот средний третий плеча. Так-то, я не сказала, вот так, неси на болезнь, но укол переносится, он также нормально. Но движение тоже самое идет, как бы три дня не мыться, там, тяжести не таскать, не пить алкоголь. Ну, вот такое, как все, при получении всех любых вакцин. Очень сложно, конечно, не мыться три дня. Можно узнать, пожалуйста, какие последствия ожидают человека после получения вакцины? Возможно, температура, какие-то перепады давления, есть какие-нибудь такие последствия? Нет, ну, есть, местные реакции бывают, да, как болезнь с отеком, бывает так, местные реакции на введение вакцины. Чаще бывает, там температура, да, немножко, какое-то першение может быть. Это норма, да? Это на норму идет, там просто надо побольше жидкости попить и выпить против аллергии какой-то препарат. То же самое, супрасин-то видел, любой препарат, выпить и все. Это как бы, а вот если идет боли тяжелее, да, там, какие-то сыпи, там, это, конечно, лучше вызвать врача, врачу показаться, врач определиться. Ничего бояться не надо. Некоторые, как говорят, вот я поставил вакцину, через два дня заболел. Нет, это, когда вводится вакцина, это говорит о том, что хорошая ответная реакция организма пошла. То есть говорит о том, что у человека хороший иммунитет. Либо это первый, либо второй вариант, что он уже накануне, то есть перенес остую вирусную инфекцию только других штаммов. У нас ошибочно, люди понимают, вот я поставил вакцину против гриппа, и я заболел. Да нет, просто он заболел другими штаммами вируса, но не теми гриппа. Грипп, он же вирусная инфекция есть, а есть грипп. Да, и эта вакцинация против гриппа идет, определенных штаммов идет. Поэтому, когда человек приносит острое спрозаболевание, это не грипп. То есть грипп это ставится тогда, когда там более тяжелее клиника гриппа идет, и плюс еще, когда уже при получении смыва, когда мы сдаем, и там уже если подтверждать, что выявлен грипп, тогда только мы можем ставить грипп. Спасибо. Раушанна Румкановна, я надеюсь, что кого-то мы успокоили. Теперь, надеюсь, возможно, кто-то не будет бояться вакцины и поставит ее. Вакцинация – это не то, что обязательный продукт, а это спасет чью-то жизнь, возможно, твою и близких. Возможно, у вас есть какие-то слова для жителей нашей республики? Ну да, конечно, обязательно. Уважаемые жители нашей республики, вакцинации бояться не надо. Сейчас самый благоприятный тот период, когда надо получить вакцинацию. У вас есть время до подъема гриппа, чтобы у вас сформировался иммунитет, и вы будете обезопасены, вы будете защищены от именно подъема гриппа. Поскольку 19-21 год у нас было снижение заболеваемости гриппа, поскольку ковид немножко сдвинул его распространенностью, и поэтому заболевание было низко. Сейчас у нас, сами видите, что заболевание от ковида, она у нас уже как бы снижена, единичные случаи. Поэтому в этом году ожидается именно подъем гриппа. Ожидаем подъем гриппа. Поэтому мы желаем всем вам подойти и получить вакцинацию. Тогда вы будете обезопасны, защищены. Спасибо. Напомним, у нас в студии гость Санданол Раушана Рамкановна, заместитель главного врача по поликлинической работе Республиканской больницы номер один. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Это было интервью дня. Сегодня мы говорили о здоровье. Ставьте вакцину вовремя. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин